Всем привет! Сегодня я в Гиват Ольге и сейчас я вам покажу самую дешевую студию в Гиват Ольге. Вот это даже не студия, это двухкомнатная квартирка. Смотрите, кухник новенькая такая, хорошая. Это индукция плита, есть диван, есть кондиционер, двор общий с хозяином, но есть и маленький. Здесь есть комната, окно, кондиционера здесь нет, но достаточно на это пространство одного. Здесь есть душевая, вот так вот, туалет, душ, умывальник и есть выход во двор, свой внутренний маленький дворик. Сейчас открою и покажу. Вот, смотрите, который под окнами у хозяина, но, в принципе, тут посидеть можно. Так, захлопнулась дверь. И сколько стоит это удовольствие? Давайте, давайте, делайте ставки, пишите в комментариях, сколько стоит эта квартирка в частном секторе с общим двором. Две тысячи шекелей, включая все, кроме интернета и телевидения. Я считаю, что это прекрасная цена. Да, нет полностью мебели и техники, но, вы знаете, за эти деньги можно кровать и холодильник самому найти. Ну, и шкафчик какой-нибудь. Тем более, что хозяйка, несмотря на то, что цена хорошая, очень хорошая, она берет на себя право, так сказать, повыбирать и подобрать себе квартиранта, с которым ей будет комфортно. Что значит комфортно? Это обязательно должен быть один человек, обязательно должна быть женщина, которой под 40 за 40, то есть немолодая девчулька, и та, которая не сидит целый день дома, а ходит на работу. То есть человек, который особо не напрягает хозяйку своим присутствием, но при этом этот человек получает хорошую цену, хорошую квартиру в отличном состоянии. Есть еще свой внутренний дворик, вы видели, и эта цена для Хадеры действительно просто бомбочка, тем более летом. И учтите, что это гивотолька. Море здесь в пешей доступности 4 минуты от этой пристройки. Вот, так что, не знаю, у меня уже есть 3 женщины, которым я это покажу, потому что тут еще гибкие платежи. С хозяйкой можно договориться, главное, чтобы человек ей понравился. Что ты трясешься тут у меня, все. Вот, но, если вы такая, кто ищет у моря дешево и несердито, пишите, звоните, покажу, при условии, что будет еще актуально. Но мне очень понравилось. Ну, а я еду на волонтерский склад в Гивотольке, который будет отсюда переезжать, потому что начинается пляжный сезон, а склад находился на территории Кфарьяма. Это комплекс, в котором владельцы проживают, и очень многие из них, даже те, которые сдают эти квартиры, на лето переезжают сюда тоже жить. Ну, и там лежаки, стульчики и прочие штучки там хранятся на этом складе. И, конечно, надо все эти вещи, которые там накопились, которые собирались для беженцев из Украины, надо перевезти в другое место. Я не знаю, где они определили место. И вообще всем тем, кто организовывал этот склад, огромное спасибо. Они делали огромную работу в ущерб своим доходам, в ущерб своей личной жизни. И много времени тратили действительно на то, чтобы помочь людям. У них это здорово получилось, они будут продолжать это делать. И я желаю им только здоровья, терпения и сил дальше вот это все делать, потому что это нелегко. И не всегда ты получаешь только одни благодарности. Порой хочешь помочь человеку, а как по закону подлости, получаешь по лбу. Вот, я приехала сюда, сегодня он должен быть открыт. Там надо собрать вещи в ящике. Вот чуть-чуть помогу это делать. Представляете, это все надо освободить за пару дней. Там столько вещей, это надо все пособирать в коробке. И помощь эта гуманитарная перевезется на улицу Жаботинский в Хадеру. Это будет уже очень удобно для тех, кто без машины, потому что это будет в центре города. В Велотольге пожар, видите, там дым. Горит дом. Такая вот квартирка в центре города. Есть диванчик, шкафы, столик, все как надо. Здесь душевая с туалетом, умывальник, отдельная небольшая кухонька, где тоже все есть. Будет еще холодильник и спальня. В центре города очень уютное местечко. И эту квартиру можно снимать на краткосрочный срок, так что имейте в виду. Еще одна маленькая квартирка освободилась. Вот такая. Лестницу заберут, разумеется. Тут будет холодильник. Очень надеюсь, что он работает. По крайней мере, у квартиранта работал. Кухонька вместе с салоном. Кондиционер. Душевая достаточно нормальная. Туалет в стороне. И одна спальня. Сейчас покажу вам ее. Тоже достаточно просторная. Такая вот спальня. Здесь также есть кондиционер. И окно. Вид. Единственный минус маленький. Это вид. Он на соседний дом. А так квартирка миленькая. Сколько аренда? Стартовая 2 500. Ну, торг очень маленький. Если он есть, то он очень маленький. Вот приятный коридор. Все чистенько, приятненько, светленько. Цена, конечно, не включает ничего. Здесь есть еще ватбайт 70 шекелей в месяц. А также арно на 250 шекелей за 2 месяца. И вода и электричество. Это уже сколько накрутите. Огромная парковка Папанга. Но не хватает мест. И люди паркуются на обочине. Вот сейчас мы увидим, как быстренько штраф поставят. Вот очень быстренько. Вот она машет руками, что парковки нет. А он уже будет фотографировать машину. И штраф выписывать на 250 шекелей. Минимум, это минимум. А потому, что не надо неправильно парковаться на белокрасном. Есть бело-голубое. И не важно, что его не хватает. Так, что эта машина на меня едет? Что она хочет? Вот себе 2 штрафа поставил. И план выполнил. Не смешно. Так, что паркуетесь правильно. Утречком выбралась на лоно природы. Сегодня мы тут встречаемся с Дашей. Будем снимать видео на ее канал. Это Пардесхана. Но вы посмотрите, я тут не была ни разу. Представляете, какой-то торговый центр тут. Небольшой. Частный сектор такой приятный. Мы тут с Дашей сняли видео для вас о недвижимости. Так что смотрите обязательно. Где-то там будет ссылка. Мы снимали, и нам сегодня все, кто только мог, мешали. От пылесосов до бабулек, которые пришли вот сюда. И такие, девочка, можете нам открыть почтовый ящик? Пришлось тут... А потом мы видео время снимали. Да, а потом она такая, а что это вы за зумеры проводите, да? Ой, израильтяни, тут не соскучишься. Ну все, поехали дальше по своим делам. Ой, скажите, скажите, вы уже видели эту капусту? Смотрите, какая смешная. В форме сердца. По 4,90. Что за извращение? Ну, наверное, прикольно нарезать ее. Или в чем ее фишка? Маленькими кусочками собираю для вас контент, потому что не получается снимать. Часто и много сейчас, но стараюсь, чтобы контент выходил, потому что многие из вас находят в нем много полезной и нужной информации. Сейчас иду забирать Леру раньше своего времени. В садике произошел какой-то интересный случай. Сотрудники там по уборке, дезинфекции. Пришли и рядом с садом сделали ресурс. Ресурс это такая дезинфекция от комаров, жуков, тараканов, муравьев. И мамочки в группе нашей садиковской навели такой шорох. Чуть ли до полиции там не дошло. Ну, потому что закон запрещает проводить ресурс, такую дезинфекцию в местах, где находятся дети, или рядом с этими местами. Поэтому сегодня у нас еще такой жаркий день, и это очень странно. Воспитательница утверждает, что на территории сада не делалось, но делалось рядом. А рядом это достаточно близко. А дети играют на улице. Ну, какой-то маразм, я считаю. Вот, поэтому пойду заберу ребенка уже. Многие мамы пошли, тоже забрали раньше, чтобы... Потому что в обед их часто выпускают на улицу гулять. И вот хочется, чтобы они там не гуляли сейчас, если действительно там проводилась эта дезинфекция. Вот, такой вот казус. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Хотела сказать спокойной ночи. Ну, какой еще? До спокойной ночи еще далеко. Пока-пока.